Время не тратить 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 правду, очень просто. Второй ответ следующий, что Викентиф Игорь Леонардович, это я, он занимается на наших глазах, в ряде случаев с нашей помощью, построением теории творчества. О том, что теорию творчества нужно строить, как минимум было много попыток, начиная с 18-19 века, мягко говоря, они были заболтаны, мягко говоря. Поэтому такой теории не существует. На сегодняшний день не существует. Тем не менее, эта штука довольно интересная и полезная, ну, и развивающая. Поэтому я пытаюсь ее делать. Соответственно, вот часть этих онлайн-лекций, они этому и посвящены. Вот больше какого-то, вот, что-то ответить затруднительно. Более того, учитывая, что, ну, занимаюсь этим довольно давно, могу сказать, что усвоение без записи, эта фраза адресована тем, кто у нас впервые, то есть будет эта запись в тетрадку, в блокнот или в компьютере, это уже не важно. Вот без записи усвоение падает. Без записи. Если вы хотите действительно разбираться, мой совет в этом курсе выполнять, они не очень большие, ну, есть большие, а есть не очень большие домашние задания, потому что не выполняя домашних заданий, ну, в общем, действительно, что-то понять достаточно тяжело. Ну, сегодня немножко поговорим о полузнании. Вот, в общем-то, и все. Если по этому вопросу есть какие-то уточнения, пожалуйста, слева от вас чат, пожалуйста, набирайте, я потихонечку пошел к следующему вопросу. Значит, следующий вопрос у нас… Следующий вопрос у нас… Сейчас найду его. Значит, он более длинный. Значит, его задал… Его задал наш коллега, его Роман Сергеевич Нечаев, и, соответственно, он предупредил, что у него могут быть проблемы с интернетом сегодня, но вот самый первый вопрос мне не очень понятен, вот что такое творчество без определений. Но постараюсь ответить, тем не менее, вот, как я этот вопрос понял, если Роман Сергеевич появится, он, значит, меня поправит, скорректирует. Значит, как только есть творчество одного человека, ну, условно говоря, есть такая модель в экономике, она есть в других каких-то дисциплинах. Робинзон, то есть один человек на небитаемом острове, и, наверное, он как-то творит, что-то он делает. Ну, вот, и, соответственно, он думает, что творец, и в пределах острова он совершенно прав, потому что на острове других людей нет. Ну, как правило, творчество животных и людей, оно несопоставимо, ну, несравнимо, несравнимо. Но, как только появляется второй человек, кто это будет? Это будет ремесленник, это будет охотник, вареначальник, политик, ну, неважно, любую профессию возьмите, то совершенно естественным образом начинается сравнение. Здесь возникает вопрос о критериях творчества, о которых сегодня будем тоже говорить. Поэтому, соответственно, скажем, такая есть древняя европейская традиция, что творчество, иногда творцы забываясь, ну, творцам, простительно, они не такое еще делают, они не очень понимают, что говорят, я о творцах сейчас, я о творцах, не очень понимают, что говорят, люди с более холодным носом, с более холодным носом, по выражению Станиславского, понимают, что творчество тоже сравнивается. Творчество, как правило, сравнивается по результату, потому что редко, когда творчество предназначено для одного человека, оно предназначено для профессиональной прослойки, для социума, по результатам. Зато творчество сравнивать можно и нужно, творцы этого не любят, Они этого более того боятся. Когда тебя сравнивают, чрезвычайно психологически неприятно. Об этом сегодня тоже будем говорить. Далее, второй вопрос. Могут ли вредить определения темы на нахождении творческих решений? Да, я неоднократно это упоминал, поэтому мы этого не проходили куска, наверное, на Новый год, если это интересно, задавайте, расскажу более подробно. Каким образом? Ну, либо задача решается плохо, творческая задача, либо она не решается вообще. Вот, кого интересует более подробно, пожалуйста, инерция мышления, 75 материалов, 75 материалов, вот по этой части, 75 материалов, можно почитать, посмотреть, но это пару вечеров, наверное. Далее, помогает ли знание общей истории в изучении творческих личностей? ТЛ – творческая личность. Следующий вопрос Романа Сергеевича. Мой совет какой? Такой проверенный совет. История – это такой предмет, который можно изучать абсолютно бесконечно, потому что всегда остается непоработанный архив во Франции, в Голландии, ну и так дальше, помимо библиотек и книг. Поэтому, если вас интересует какая-то творческая личность, мой совет первый – не читать попсовых изданий, попсовых, которые сейчас забиты все магазины, попсовых, то есть они написаны из интернета и повторяют ошибки интернета. Второе – не читать книжки издательства, политизда, советские книжки, потому что там очень большое смещение, то есть там все прогрессивные люди боролись и оказывали помощь революционерам. То есть, ну вот, если нужно собрать, люди легко врали, легко врали. Читать, не читать книжки, за речайшим исключением, типа «Знание», «Знание» – это популярная литература, за речайшим исключением, слабенькая. Мой совет – читать книжки таких издательств, как «Мысль», «Прогресс», «Наука», ну и еще есть несколько личных издательств. И, соответственно, если вас какая-то творческая личность интересует в прошлом, минимум несколько книг, желательно из разных стран, ну, крупные библиотеки позволяют это сделать, ну, или там на «Азоне» заказывать, потому что не знаю, да. Почему? Потому что вот это от ошибок не избавит, но хоть что-то отрежет. То есть, нужно читать несколько людей, которые занимались биографией, либо автобиографией, то же самое, да. И, по идее, хорошие авторы издательства «Наука», «Мысль», «Прогресс» вот таких вот издательств, они как-то вот о времени рассказывают. Ну, это считается хорошим историческим тоном рассказать о времени, когда это происходило. Вот. Значит, далее. Как часто встречается ложь, искажение фактов в биографиях, автобиографиях? Постоянно, хронически встречается ложь. Дело в том, что любой крупный персонаж, его, в том числе после смерти, вот, как ни странно, совершенно без экранистики, скажем, его слова, его публикации, ну, его воззрения, портреты, все что угодно, пытаются так иначе использовать. Будет это сделано в религиозных целях, например, зафиксирована масса попыток использовать Чарльза Дарвина в религиозных целях, хотя он, как бы, и религиозные люди пойманы за руку, потому что они просто врали и приписывали Чарльзу Дарвину то, что он никогда не говорил. Ну, например, да, скажем, да. В политических целях, в национальных целях, то есть всегда найдутся люди, которые, значит, приписывают нечто, ну, вот это бремя выдающихся людей, что после смерти им приписывают. Понимая это, Генрих Солыч Айшуллер, первый разработчик ТРИС, как раз говорю, что самое грамотное, вот, ну, составлять такие, свою историю, основанную на документах, на документах и так дальше, скажем, да, потому что такие вопросы, к сожалению, есть, да. Значит, какова основная причина, я назвал, какие основные причины, вот, разыгрывается карта. Если вас интересует, ну, соответственно, скажем, доспрашивайте, спрашивайте. Следующий кусок пошли. Значит, Чигирин Иван Иванович, существует ли связь творчества и социальная эволюция? Значит, любой социальный, общественный форматор, и даже, наверное, научный форматор, он об этом так или иначе говорит. Другое дело, другое дело, что, значит, обычно какие-то такие социальные реформы какие-то удаются локально, то есть в масштабах гораздо меньше, чем могли бы быть, это другое дело. Это первый эффект. Второй эффект, что, допустим, ну, если хорошо знать архитектуру, вы можете смотреть какой-нибудь весьма современный дом, вот, и, ну, если вы знаете архитектуру, знаете историю, и уловить, значит, как бы некоторые мотивы византийских церквей в современной архитектуре. То есть, ну, есть византийская архитектура православная, ну, православная архитектура восточной церкви, и какие-то вот детали, детали могут через столетия, ну, может быть, иногда тысячелетия транслироваться из одной, вот, как бы, что ли, социальной группы в другую социальную группу транслироваться. Такое тоже бывает. Ну, как правило, социальная реформа обещается намного выше, чем, ну, происходит. Вот каких-то реформ на уровне, там, всего-всего общества, что-то еще, что-то еще, ну, тоже бывали, но это какое-то к творчеству отношение не имеет. Когда в процесс вовлечено очень большое количество масс, то, соответственно, скажем, там есть творчество по образцу. По образцу, ну, идет подражание, подражание, скорее подражание, чем каждый творец. Ну, это бремя социальных движений. Ну, пока не вижу ваших вопросов, значит, переходим к следующему вопросу, который нужно ответить, поскольку я обещал. Сейчас я, да, пожалуйста. Далее. Черепана Юлия Анатольевна. Черепана Юлия Анатольевна. Изучение творческих личностей – это творчество, первый вопрос. Первый честный ответ – не знаю. Значит, как правило, есть европейская традиция. Она довольно давняя, что творчество, творчество, значит, есть субъективное, когда автор считает, что он творит. Ну, повторяю, автор – это простительно, поэтому закрываем скобки и больше автора не рассматриваем, что он там говорит. Вот, скажем. И есть творчество более объективное. Не сказал объективное, я сказал более объективное. Вот более объективное творчество, оно заключается в результате, который сравнивается, вот где очень тонкое место, очень тонкое место, с лучшими результатами, которые известны на момент оценки. То есть не с которыми выгодно. Большинство людей, в том числе авторов, пытаются сравнивать себя своими собственными достижениями. Ну, это такой ученический критерий, это для оценки школьников, детсадовцев и студентов. То есть, если студент растет над собой, либо детсадовец, то хорошо. Вот. Это не профессиональный критерий сравнения с самим собой. Сравнивается с лучшим, который есть на этот момент, известный. Ну, максимально это в мире, лучший в мире. Ну, лучший в Европе. Ну, Россия – большая страна, с лучшим в России. Ну, если очень крупный город, типа Москвы и Питера, ну, с достижениями на уровне города. Вот какие-то лучшие на уровне района, микрорайона, квартиры и лестничной клетки, но это для анекдота. То есть, это анекдот. Поэтому ответ следующий. Изучение творческих – это творчество. А каков результат, встречный вопрос. Вот как только будет понятен встречный результат, и так далее, да. Львиная доля авторов, которые пишут о творческой личности, к сожалению, это компиляция из ряда источников. Никакой новизны там нет. Львиная доля. Некоторым удается сделать шаг. Об этом сегодня будем говорить. Далее. Донесение их достижений или выводов, изучившего до тех, кому это полезно. Нетворчество. Скорее всего, да. Скорее всего, да. Это чрезвычайно печально, но это не творчество, к сожалению, да. Дело в том, что еще и еще раз есть милые люди. Например, приведу пример. Эскурсоводы. И, допустим, вам говорит честно-честно-честно директор музея-заповедника очередного, что мы вам дадим самого лучшего экскурсовода. Если вы его спросите, а сколько у вас вообще экскурсоводов? Оказывается, три человека. Ну, летом, когда много экскурсий, бывает семь. То есть, если говорить полную фразу, то вам дали лучшего из трех экскурсоводов. Ну, не бог видит что, мы прямо скажем, да. А по большому счету, жесткий критерий, профессиональный критерий, лучший экскурсовод России, ну, например, лучший экскурсовод области. Вы понимаете, что это намного тяжелее. Поэтому, соответственно, скажем, уровень творчества в изложении, в достижении известного, в переложении, он, конечно, какой-то и есть, но очень маленький, очень незначительный. Вот, очень незначительный, повторяю. Творчество – вещь такая, с большими рисками и с большими неприятностями, бывает. Далее, третий вопрос. А разве создавать единственное появление творчества? Нет. Можно соединять, можно разделять, можно менять систему осчета. И еще порядка 500 комбинаций, которые не опубликованы, да, скажем, нет. Но оценка идет еще и еще раз не потому, что человек переживал, ему, кто делал, ему нравилось. Или такой критерий, мне хлопали. Я почитал экскурсии, мне хлопали. Но это благодарные. Вы хорошо сделали вашу работу, и вас поблагодарили экскурсанты. Ну, да, замечательно. Но, как правило, творчество там не очень высокое. Как можно улучшить передачу с первых рук переводчикам-трансляторам? Ну, имеется в виду педагоги, экскурсоводы и вот такого плана люди. Значит, на мой взгляд, я знаю, что в чате у нас есть люди, занимающиеся педагогикой. На мой взгляд, здесь традиционное, как ни странно, традиционное образование в том числе тоже работает. Традиционное образование, когда первое, есть лекции, ну, например, что-то типа лекций, очных, заочных, как сейчас, не важно. Допустим, в некоторых американских университетах студентов предупреждают, сколько я понимаю, хороших университетов, что мы вам даем там 25-30% знаний, остальное надо добыть из интернета, из книг, книг, где могут порекомендовать, интернет порекомендовать, ну и так дальше. Вы должны пахать, пахать и пахать. Потом должны быть лабораторные работы, курсовики, то, что называется на студенческом жаргоне, зачеты, экзамены. То есть любой педагог из присутствующих чате, я надеюсь, знает, но я пока не знаю, что одно дело, когда ученик, студент что-то узнает, да, у нас что-то такое было, другое дело, когда он отвечает на каверзные вопросы по курсу. Вот это совершенно две разные вещи, как раз чрезвычайно опасно полузнание. Поэтому для хорошего понимания, хорошего понимания, нужно серьезное обучение с личным участием обучаемого. Есть различные там варианты, подварианты, например, явно совершенно, сейчас пойдут, но имеется в виду не у меня пойдут, а вообще в мире потихонечку начинается, франшизы на обучение, потому что франшизы, например, на телевизионные программы есть. Кто-то с этим не сталкивался, докладываю вам. То есть вы не имеете права в купленной музыкальной программе по лизинзионному договору ставить другую музыку. Вы имеете право ставить только такие вопросы. Все реплики ведущего, еще раз, все реплики ведущего прописаны, все реплики ведущего. Возможно, прописан костюм ведущего. Декорации в студии прописаны, ну и так далее. Все-все прописано, чтобы просто без фантазии вы купили лицензионный продукт по лицензии, вот объект творческого, авторского труда, соответственно, вот выполняйте. Поэтому, соответственно, скажем, из усиления, другое усиление, которое постоянно призываю делать, если вас интересуют какие-то аспекты творческой деятельности, то мой совет делать какую-то, пусть небольшую, для начала небольшую работу, и очень важно обязательно ее публиковать, а еще лучше и докладывать на наших, например, конференциях. Хотите на других, пожалуйста, ваше право, просто на наши ерунды не бывает, да, скажем, да. Могут быть неудачные доклады, но ерунды у нас не бывает. А вот докладывать публично. Зачем? С тем, чтобы просто вырабатывать, когда человек делает свою работу, он написал впервые в жизни научную работу, может быть, про творчество, он начинает лучше понимать других людей. Поэтому вот такое дополнительное. Но, в принципе, нужно пахать, 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 пахать. Просто прочтение книжки, опыт показал, в частности Трис показал, просто прочтение книжки и ее пересказ ведет к ошибкам. Еще раз мне неизвестно на сегодняшний день профессора, который пытается пересказывать Альшулера, и чтобы он это сделал без ошибок. Казалось бы, нужно на русском языке прочитать несколько книжек и их пересказать студентам. Вот профессора не в состоянии это сделать. Ни одного такого человека я не знаю. Написать методичку тоже не в состоянии, без ошибок. Их пишет безумное количество, но без ошибок не в состоянии. Поэтому еще и есть обучение по франшизам уже есть в ВСПБ. Ну, замечательно, скажем, да. Должно бы, давно разговоры велись об этом, так дальше, как бы, да. Ну и так дальше, да. Ну, хорошо, если нет вопросов, да, задавайте, потому что я тогда буду отвечать на вопросы, скажем, да. Сейчас у нас был вопрос, какой у нас был. Сейчас, не помню, какой вопрос, я посмотрю сейчас. Ага, значит, сейчас следующий вопрос будет, да. Вот, сегодня у него концерт у Сергея Николаевича Гребенникова, но он задает такой вопрос. Быть Пушкиным, Лермонтовым, Ломоносовым, Достоевским, Толстым, Альшулием, Бахом и так далее творчеством. Это утверждение. Нет, это не творчество. Ну, например, если вы будете изучать, изучать жизнь Ломоносова, то как он, скажем так, бухал в кабаках на Вачлийском острове, это не есть творчество. То есть, вот само, вот это, в первой строчке сделана типовая ошибка. Значит, если мы возьмем жизнь человека, причем здесь написано «выдающиеся люди», в частности Ломоносов, в частности Ломоносов, то, соответственно, скажем, вот чистое время на творчество, это какие-то проценты его взрослой жизни, проценты, то есть, само существование в качестве Ломоносова либо Пушкина, игра Александра Сергеевича Пушкина в карты, и проигрыш, и проигрыш. Это вот творчество. Александр Сергеевич Пушкин прикладывает, дает молоденькой крестьянке, вот, которой он сделал беременный, скажем так, письмо, и отправляет к Вяземскому, потому что она родит, и этого ребенка куда-то надо пристроить, и он просит друга Вяземского это прикрыть. Этот Александр Сергеевич Пушкин в этот момент творил, мне кажется, нет, он поступал как стандартный дворянин со своей крепостной вот в те времена. Это считалось хорошо, он о ней не заботится, скажем, нет. Вот само обратите внимание, вещь, которую я уже говорил сегодня, вот эта ошибка сделана, что творческие люди очень любят приравнивать свое состояние к творчеству. Не результаты, а типовая подмена состояния, к фамилии, к бренду и так далее. Нет. Даже в творчестве великих людей львиная часть их жизни не является творчеством. Львиная часть их жизни не является творчеством. Отдельные моменты – да, в виде результата, скажем, да. Следующий вопрос. А изучать их ткань жизни, закономерности творчества, или что-то другое. Вот, вероятно, имеется в виду. Опять-таки, первый ответ – не знаю. То есть, соответственно, когда люди просто изучают, изучают по каким-то документам, творчества того же Александра Сергеевича Пушкина, и пытаются на сегодняшний день расписать каждый его день, то есть, по документам, по воспоминаниям восстановить. То же самое сделано с Владимиром Лениным. Мне кажется, что это такая мелкая научная работа. Может быть, теоретически она кому-то полезна. Может быть, полезна. Она полезна, но насчет такой большой новизны, наверное, нет. Наверное, нет. Это такое очень мелкое научное рукоделие. Поэтому нужно смотреть результат. Изучать это можно. А в чем результат? Сам процесс изучения не является творчеством. Типичная подмена, да. Может ли быть творческая археология? В археологии довольно небольшое количество открытий. Археология. Например, когда устанавливаются новые места раскопок. Например, из космоса или путем съемки и так далее. Безусловно, это новизна. Новое место раскопок. Новая культура раскапывается. Второй момент. Когда читаются древние письмена. Это, может быть, майя или египетские какие-то дела читаются. Так дальше. Поэтому гигантская проблема в археологии, над которой работают физики, математики. Скорее физики, биологи, химики. Датировки. Точные датировки. Потому что их безумное количество способов точной датировки. Но каждый имеет свои минусы. Проблема точной датировки чрезвычайно интересна для развития археологии и науки в целом. Далее. Каков путь легче и важнее, нужнее обществу? Тут вообще перемешано все. Каков путь легче? Значит, путь легче. Это известно. Наиболее стандартная массовая процедура в творческой деятельности, в любой творческой деятельности, это подражание. Есть подражание буквально один в один. Есть подражание на уровне принципа. Более высокие уровни подражания. Что важнее, что нужнее обществу? Наверное, обществу важнее те проблемы, которые либо уже горячие, либо которые вот-вот возникают. Вот-вот возникают. Наверное, это обществу важнее. Наверное, это важнее общество, скажем. Поэтому, обратите внимание, общество настолько бестолково, что проблемы, важные для общества, в виде единого списка не существуют. Еще раз повторяю, на мой взгляд, каждый выпускник вуза, российского либо нероссийского вуза, должен получать флешку, именную флешку и именную книжку, где, соответственно, ученые той или другой страны, но уже большой страны, не маленькой, а большой страны, просто перечисляют те проблемы, которые сейчас актуальны, но не решены. Обратите внимание, это не список типовых тем для диплома, кокосовиков, нет. Это где-то уровень выше докторских, проблемы, которые не решены. Такое, естественно, не делается, потому что само составление такой флешки или книжки, это пару лет труда очень квалифицированной команды. Минимум пару лет труда, не делается. Далее. Кем быть творцом или исследователем, аналитиком творцов? Ну, в определенном смысле, понимаете, в чем дело, что в творчестве, в творчестве, как и в любой профессии, безумное количество направлений. То есть, химика вообще не существует. Химика вообще существовала в XVIII веке. Может быть, в начале XIX века. В XX веке, сейчас, в XX веке, есть какие-то химики, работающие с определенной группой веществ. С определенной группой веществ, и они там действительно понимают, скажем. Вот просто химика бывает на уровне школы. Ну, он знает какие-то базовые реакции, которые нужны школьникам, но не более того. То же самое и физики. Безумное количество, и даже затрудняюсь сказать, сколько направлений физики. И макромера, и, допустим, исследования Вселенной. Очень разные направления. Не факт, что они друг друга быстро поймут. Не факт, кстати, даже. Быстро поймут, да. Конечно, поймут, но не сразу. Поэтому, соответственно, это первое. Второе соображение. Если вы идете на результат, а очень хорошо идете на результат, изучая какие-то серьезные достижения, в этом отношении нужно, очень важный момент, самому быть профессионалом. Типовая ошибка в изучении творчества, которую сегодня будем говорить, я еще две ошибки назову, но первая, которую я хочу назвать. Мягко говоря, когда творчество изучает некая девочка после психфака, не решившая ни одной творческой задачи, еще раз, девочка после психологического факультета, не решившая ни одной творческой задачи, и она потом публикуется в вопросах психологии, это смешно. Даже горестно, потому что сколько таких девочек после психфака навредили студентам и другим молодым людям, студенткам, не поддается исчислению, будучи сами непрофессионалами. То есть, когда вы изучаете серьезных творческих личностей, то есть, мягко говоря, должны быть какие-то предварительные результаты, небанальные, небанальные, новые, небанальные результаты, новые, небанальные. Потом уже мы изучаем гениев. Сразу бы остаться изучать гениев, но такого полно, посмотрите, скачанного из интернета, издается книжка почти ежемесячно о гениях. Максим Васильевич Денисов, большое спасибо. Игорь Анатольевич, как пример, часто люди путают результат, я переплыл Неву как результат на уровне СПБ. Нет, ну нужно брать, я переплыл Неву, ну и что, это не очень большое расстояние, вы должны переплыть Неву 40 раз, или быстрее всего переплыли, или переплыли с грузом. Вот это первое. Второе, это не совсем творческий результат, не совсем творческий результат, достижение, скажем. В творчестве нужен некий скачок новизны, причем в большом творчестве большой скачок новизны. Обратите внимание, при этом большие скачки новизны не всегда связаны с пониманием в обществе и не всегда связаны с деньгами. Как правило, наиболее крупные деньги получаются в момент тиражирования каких-то не очень таких креативных решений. Не очень, в момент тиражирования, то есть уже решения получены, теперь без большого риска их можно тиражировать. Вот, как правило, деньги лежат там. Это разные координаты и так далее. Игорь Леонидович, как вы относитесь к честной эмуляции, в смысле воспроизведения опыта мудрительных процессов в ТЭО с указанием авторства? Я так и не поучаю на этот вопрос. Значит, нет, корректная ссылка, сначала корректная ссылка, потом все остальное. При наличии корректной ссылки это хорошо, но, значит, как бы, вот в творчестве, если мы занимаемся вообще творчеством и так далее, вот скажем, значит, возникает вопрос, возникает вопрос, где собственный результат. То есть, вот классика-классика, давать корректную ссылку на первоисточник, даже если это был первоисточник в устном виде, в писемном тем более. А вот, как бы, ну, по идее, вот занятие творчеством, оно предполагает собственные творческие достижения. Понятно, что, может быть, не сразу, но они должны быть. Иначе возникает светлый вопрос, как бы, который, например, я задавал учителям литературы, а что такого учитель литературы написал сам? И вот ответы были стыдные, к сожалению, у учителей литературы, в общем, мне собирали хорошие учителя литературы. Поэтому в творческих профессиях нужно указывать. Давайте ссылку, это, ну, это классика, это азы, скажем, поведение приличных людей, скажем так. А? Это право хорошего отона, скажем, да? Далее, следующий вопрос. С какого возраста и каким методом можно привить ребенку интерес к творчеству через совместное изучение творческих личностей? Я думаю, честно говоря, что вот совместное изучение творческих личностей, сильно подозреваю, что это очень большая проблема. То есть, заниматься можно пытаться, но, но я постараюсь изложить свои соображения. На мой взгляд, Алексей Павлович Дворников, да, Алексей Павлович Дворников, он сформулировал некоторый потенциальный научный продукт, научный продукт, и некоторый потенциальный комический продукт. Значит, мое отношение следующее. То есть, действительно, детям, особенно в крупных городах, где есть там музеи, галереи, выставки, ну, вот такая штука, театры, что-то еще, действительно, уже с дошкольных лет, наверное, родители таскают там по музеям, выставкам, ну, и так дальше там, да? Вот, но, тем не менее, детеныш маленький до школы, он все-таки ориентируется, скорее всего, скорее всего, он ориентируется на то, что он видит в телевизоре, если он входит в какие-то творческие группы, может быть, он ориентируется на каких-то педагогов, либо детей в этих группах, может быть, старших детей в этих группах, да? Поэтому, соответственно, скажем, мне кажется, что нужно идти иным путем. Значит, желание родителей заниматься с дошкольником можно только приветствовать, но, собирая реальный хронометраж времени, который есть у реальной мамы и папы, если нет слуг, если нет гувернеров, слуг и так дальше, да, скажем, да, как правило, не позволяет это делать. Мне представляется, что это бизнес, когда, ну, бизнес, коммерция, бизнес, как бы, когда просто все-таки какие-то инициативные родители объединяются, делают, не знаю, бизнес или кому-то отдают настроенную и платят, когда разрабатывают специальные упражнения для детишек, для детишек. Значит, какие упражнения? Начинать объяснять маленькому человеку, который смотрит мультфильмы про творческих личностей, можно, можно, но КПД этого будет очень низок. На мой взгляд, есть известные упражнения, их делают иногда в театральных вузах, иногда их делают в театральных секциях, но никто не запрещает их делать с детишками. Значит, объяснение идет не через творческую личность, они просто не поймут, они просто маленькие еще, просто маленькие. А по-моему, наследующие, когда ребенку, ну, я скажу вариант в секции, а как бы в кружке, а в семье сложнее. Сейчас поймете, почему. В секции делается очень просто, там работают механизмы конкуренции, подражания и так дальше. Несколько детишек, там буквально несколько садятся в кружок, им дается любой предмет, любой, в буквальном смысле любой, карандаш, пожалуйста, карандаш может дать, любой предмет. И дальше каждый должен назвать признак карандаша. Вот он пишет, очевидно, он шестигранный, например, шестигранный карандаш, и так дальше. Но нельзя повторяться. И вот через несколько кругов все такие вот вещи, типа карандаш пишет, там мелопачкается, а они очевидно и названы. И вот тут нужно очень внимательно, вот это упражнение развивает внимание, осматривать. Оказывается, есть золотистая надпись на этом карандаше, и там на букве В, она чуть облупилась, ну, например. Вот это надо заметить, такого признака еще не было. И вот, соответственно, такие упражнения, почему делать в семье тяжелее, потому что один-два ребенка, ну, плюс родители, только так, кружок получается маленький, маленький получается. Но, тем не менее, вот в кружке можно постоянно, не в кружке, а в семье, постоянно учить детишек, детишек, вот находить новое, да. Далее, очень удобно макетировать новое, учитывая современную технику, например, на фотографии. Почему? Потому что на фотографии, неважно, что вы снимаете пейзаж, либо городскую архитектуру, либо набережную, любой фотографирующий знает. Чуть-чуть сместил фотоаппарат, кадр разваливается, лишние детали появляются, разваливаются, что неинтересное в кадре. Чуть-чуть сместил, он получается. Соответственно, мне поставляется, что до разговоров о творческих личностях, дети у нас просто маленькие не понимают до школы, мне поставляется, нужно вот такой ставить рефлекс, инстинкт, как угодно называете, стереотипы, инстинкты, рефлекс. Когда, вот просто надо сказать, а что новое, что новое. Кроме того, это упражнение, которое можно делать на выставках, ну, там, картин, фотографии, того же, того же, того же, того же. А при минимальной подготовке, чтобы ребенок называл, что он увидел новое, для него новое, для него новое, естественно, для него новое. Ну, соответственно, скажем, если так долго натаскивать детеныша, то в какой-то момент, по идее, он какие-то наиболее избитые варианты уже чувствует. Ну, и приемы, и композиции, ну, и так дальше. Соответственно, скажем, отговорить маленького, ну, я не знаю, сколько девочке лет, что-то делать, снимать свой сериал по мотивам мультфильма, это чистое подражание, чистое подражание. Там масса эмоций, ну, как снимается, пусть как снимается. То есть, мне кажется, что вот эта вот линия, такие ряды новизны, ряды новизны, это, повторяю, ну, целые курсы, что-то будет и книги, и видео, и упражнения, и книжки, которые нельзя выдумать, которые можно сделать только объединением родителей, умных и интеллектуальных родителей, которые, там, не знаю, обмениваются такими ходами в какой-то социальной группе, открытой-закрытой, ну, и так дальше. Вот сейчас, как бы, ну, просто нюшка, нюшка рановато, нюшка рановато. То есть, нужно начинать с более простых упражнений. Ребенку оценить вклад в творческой личности, мягко говоря, затруднительно, мягко говоря, затруднительно. Его нужно подвести к этому. Вот следующее упражнение, которое будет хорошо, но оно требует большого количества времени. Значит, и, в принципе, и дети, и студенты, ну, в принципе, все, то есть, мне самому очень нравится. Очень интересные получаются рассказы, когда вы рассказываете какой-то о науке, об искусстве, о религии, о литературе, неважно. Но вы рассказываете какую-то закономерность. Ну, может быть, вы при этом будете скакать через века, но когда человек уловил закономерность, понятно, что она будет с погрешностями, там, она будет учитывать не все варианты и так дальше. В этом отношении, значит, вот, ребенок здорово развивается, и студенты развиваются и так далее, на уровне закономерности. Но чтобы построить закономерность и крупно не наврать, нужно очень много пахать. То есть, наверное, это тоже не для родителей, просто время отнимается. А вот так дальше, да, скажем, да. Далее, как бы, да, а 9 лет, 9 лет, Алексей Павлович, я думаю, что с 9 лет вот нужно просто поставить такой рефлекс с новизной, с новизной, с новизной, с новизной. Хочет снимать с собой мусиал по мотивам мультфильма, но и замечательно, как бы, вот, ну, просто ребенок маленький еще, маленький ребенок, 9 лет все-таки, да. 9 лет, да. Значит, как бы, идем дальше тогда, значит, как бы, что-то у нас, по-моему, там уже ближе к концу. А, извините, это мы перескочили, тогда я еще, значит, как бы. А, вы знаете, в таком случае вопросы сегодня, я просто не зафиксировал номера, вопросы кончат. Уважаемые коллеги, давайте полминутки в чате, какие вопросы у вас есть, пожалуйста. Потому что наверняка не все ответил, материал сложный. Материал сложный. Материал сложный и так дальше. Да, пожалуйста. Материал сложный. Материал сложный. Далее. Ирина Борисовна Срукова. А что, на ваш взгляд, творчество в языке? Значит, я-то постараюсь ответить, как бы, значит, есть несколько моментов, значит, как бы, первый момент, первый момент. Значит, в языке, по идее, хорошо бы составить, как бы, ну, чтобы хорошо бы этим заниматься, некой такой списочек. Списочек, чего возможно в языке. Ну, первый, это неологизм, то есть новые слова, которые существуют в языке. Второй момент, который, ну, частотно, очень редко используется, это на данном языке новый размер стихосложения, например. Новый размер стихосложения. Сделать очень тяжело, потому что количество ритмов ограничено и так далее. Следующий ход. Следующий ход – это новый литературный прием. Учитывая, что их собрало очень много, придумать новый литературный прием, кажется, что просто, но на самом деле очень тяжело. Следующий ход – это новый жанр, то есть новый жанр. Новый жанр, ну, для основных европейских языков довольно тяжело тоже придумать, хотя некоторые варианты существуют. Вот такие вот вещи. Ну, дальше есть производные штуки, там, какие-то педагогические штуки уже в обучении языка, в обучении языка, обучении литературы и так дальше. Ну, явно другие способы нарезны. Вот такие вот вещи возможны в языке. Точно возможны, сходу, не думая и так дальше. Но мне кажется, что если такая тема вас интересует, кого-то еще интересует, надо составить такой списочек, может повесить его в облако и потихонечку дополнять общими усилиями. Думаю, что, сколько я понимаю, изобретений на уровне, вот, как бы, в языке не очень много. Это не такая область, где много изобретений, что-то еще, скажем, да. А как учить, чему учить, чему учить, чему учить. Вот, как бы, да, вот в таком случае список есть, его можно опубликовать, пришлите, посмотрим и так дальше, как бы, да. Ольга Викторовна Неклеса. Выявление мемов лингвистики. Ну, такая стандартная работа. Я бы, дело в том, что на сегодняшний день тема, это не совсем уже языка, это тема, связанная с изучением языка. Да, безумное количество литературы по мемам, по мемам, термин, который запустил Ричард Докинс. Но нету теории создания мемов. Обратите внимание, теории создания мемов нет. Примеры есть, разговоры о мемах есть, изучение мемов есть, а теории создания мемов нет. Ну, пожалуйста, еще одно научное направление, еще одно научное направление, пожалуйста, пожалуйста, да, скажем, да. Ну, хорошо, уважаемые коллеги, тогда мы перед домашним заданием сделаем еще одну паузу для ваших вопросов. Сейчас я делаю первый прогон, то есть, может быть, она кажется черновым, я, честно говоря, не знаю, может, она кажется черновым. То, что называется видеословарь, потому что там есть, там есть какие-то куски вот видео. Моя просьба какая, значит, учитывая, что он рассчитан на популяризацию правильных знаний о творчестве, это будет немножко монолог. То есть, вопросы в чате вы не спрашиваете, вы спрашиваете в чате вопросы, но я проговорю запланированное, запланированное вот видеословарь, один из вариантов введения. И потом на все-все-все, что было в чате отвечу. То есть, я не буду отвлекаться, то есть, я благодарен за вопросы, но отвлекаться я не буду. Извините, пришел вопрос, как бы, да. Согласны ли вы, что ТЭЛ разносторонний опыт плюс процесс реорганизации информации? Нет, не согласен. Нет, не согласен. Слишком простая модель. Нет, не согласен, да. Хорошо, уважаемые коллеги, тогда я сейчас буду, задавайте ваши вопросы. Отвлекаться я не буду. Отвлекаться я не буду. Сейчас первый прогон, первый прогон, значит, видеословаря, видеословаря. Темп, может быть, будет чуть-чуть медленнее, потому что она рассчитана на тех людей, которые будут смотреть в записи. Ну, поехали. Итак, уважаемые коллеги, есть два крайних, я не сказал, что они хорошие или плохие, они два крайних подхода к творчеству. То, что написано слева, в некоторых книгах называется субъективное творчество, то есть человеку приятно, это эмоции, может быть, это эндорфины, эндорфины, морфины, то есть наркотики, естественное происхождение, которые пошли в организм от удачи. И ему радостно, что я, я, я сделал, я достиг. И, возможно, этот опыт у человека вот впервые в жизни, это его успех. И он, в общем-то, в прямом смысле счастлив, какой-то миг счастья есть. Второй вариант, второй вариант, он более характерен для науковедов, для патентоведов, для людей, работающих с большим количеством информации и результатов. И там два основных критерия. Это древнеевропейская традиция, которую, ну, при желании можно просматривать до Древней Греции. До Древней Греции. И там для творческой деятельности используются два основных критерия. Есть варианты более подробных, но два обычно присутствуют всегда. Первое. Творчество должно быть полезным. В наиболее широком варианте не только автору, это первый вариант, вот я, 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 я. В какой-то профессиональной группе, ну, например, учителей или математиков, или каких-то других людей, профессиональных, гончаров, например, новых гончарных остановок. И вещь, которая, ну, вот полезность, это характеристика, которая может применяться и к обычной работе, к любой работе, которая существует, там, повара, дворника, ну, и так дальше, там, перевозки леса по железной дороге. Пожалуйста. Это полезный процесс для кого-то. Принципиальное, коренное, родовое, базовое, базарительное, как угодно, отличие творческой деятельности в том, что должно быть, это новый результат, новый, относительно аналогов. Причем не просто аналогов, а если мы говорим о взрослом профессионале, а не школьнике, не студенте, относительно лучших аналогов. Если профессионал, с высокой большой буквы, не знает лучших аналогов в мире, значит, он не профессионал. Ну, либо он врет, он скрывает их. То есть сначала нужно знать лучшие аналоги в мире по своей профессии, у них у каждого есть свои плюсы, свои минусы, а потом сделать что-то лучшее, что сделано у лучших аналогов. Обратите внимание, в этом месте очень часто врут, потому что люди начинают сравнивать с выгодным аналогом, не с лучшим в мире, в Европе, в крупной стране, в крупном городе, в профессии, в конце концов, а с тем, что выгодно сравнивать. Ну, грубо говоря, равняю себя с соседом. Поэтому это такой бытовой подход, поэтому фиксирую еще раз. Для высоких уровней творчества, это первое, полезность. Вот кому полезность, повторяю, человеку, профессиональной группе, социуму в целом, это второй вопрос. И обязательный критерий, очень жесткий критерий, это новизна относительно лучших, не плохих, а лучших образцов. И, соответственно, скажем, вот эти два подхода к творчеству нам дальше пригодятся. И сейчас будет следующий слайд. Вот вы видите таблицу, которая так сверстана, что лучше всего считать снизу вверх, слева, вот слева, и дальше идет вверх. Это некая условная классификация, которую я сделал на основании уровня Генриха Сочи Альшулера. Я имею в виду высказывания Генриха Сочи Альшулера 70-х годов об уровнях изобретения. Он их нашел пять, цифра пять, удобная и условная, и удобная, и условная цифра. Соответственно, я тоже расположил порядка пяти уровней. При желании можно сделать и сто уровней. То есть, действительно, в ряде университетов есть стобальные оценки. Я бы запутался, но они как-то не путаются, скажем. Итак, первый уровень, которыми страдает, к сожалению, почти все население. И когда я сказал слово «страдает», это не оговорка, именно «страдает», потому что теории творчества нет, а, как известно, это, конечно, поговорка очень точная, святое место пусто не бывает. Поэтому, соответственно, это заменяетесь какими-то мифами. На одном из следующих слайдов будет крупнейшее собрание мифов, которое есть в Европе. Я собирал его там несколько десятилетий. Причем источники мифов, ну, есть религиозные, есть мистические, а есть источники мифов – выдающиеся европейцы. Так вот, соответственно, скажем, мифы о творчестве. Какие они? Я не хочу сейчас рассказывать. Их там уже известно, там, хорошо за сотню, хорошо за сотню, тратить просто время. Но поверьте, что большинство населения страдает. Страдает этим. Более того, эти мифы обычно усиливаются. Все, что передается по федеральным каналам о понимании и познании творчества, имеет мифологическую основу. По центральным каналам телевидения. Далее. Второе. Второй уровень творчества. Мы об этом и говорили. Для тех, кто у нас впервые, может, немножко странно будет звучать, но я обосную более подробно. Это типовые ошибки. Дело в том, что в любой профессии, в любой специализации, в любом возрасте люди, да, люди могут быть разные, они могут быть блондины, они могут быть брюнет, они могут быть лысые, совершенно разные люди, разные комплекции. Но в рамках профессии, в рамках специализации они делают либо схожие, либо аналогичные ошибки. Обычно таких типовых ошибок несколько десятков. И, соответственно, скажем, более-менее вменяемый руководитель эти ошибки знает. Эти ошибки знают офицеры, которые работают в учебных подразделениях. Эти ошибки знают хорошие педагоги. И, соответственно, в своих лекциях, занятиях они либо предваряют эти ошибки, предупреждают, где возможны ошибки, либо, наоборот, намеренно позволяют учащимся сделать ошибку, потом ее раскрывают, ну, с тем, чтобы именно лучше запомнились. То есть, когда человек не сделал ошибку, он не запоминает. Когда сделал ошибку, он, соответственно, ее запоминает. Далее. Таких людей миллионы. Миллионы руководителей, миллионы офицеров, педагогов и так дальше. Только на русскоязычном пространстве, наверное. Далее. Отдельные научные факты и фактики. Ну, вот то, что я могу сказать по ссылкам, наверное, в мире существует несколько тысяч человек, который пытается, как правило, не получается, не получается, изучать творческую деятельность. Еще раз повторяю цифру, что около четверти процента, ну, если вы не студент, если вы не школьник, что-то вы читали, какой-то жизненный опыт есть, ну, грубо говоря, если вам лет 35, и вы читаете книжки, то, соответственно, для вас примерно около четверти процента более-менее приличных знаний в области творчества. Все остальное – это переписывание, шелуха, вранье, мифы, ну, все что угодно, но неприличный вариант. Далее. Четвертый уровень. Четвертый уровень довольно редкий, хотя первые заметили его древние греки еще. Это создание, выявление, может быть, в своей деятельности, может быть, в деятельности других людей, некого приема. По греческой традиции это называется эвристика, через э – эвристика. Кто не знает, что такой прием, чуть-чуть попозже, у нас сегодня будет пример, в рамках видеословаря, так дальше, скажем, да. Какое количество людей, какое количество людей, я затрудняюсь сказать, потому что в истории ТРИС я единственный человек, у которого есть именной стандарт, который, причем, имя присвоил не я, а Генрих Солчальшулер. Казалось бы, ТРИС занималась массой людей, единственный именной стандарт носит мое имя. Ну, смотри, есть механизм стандарта в ТРИС, поверьте мне, вот он единственный, который есть именной. Все остальные как-то не смогли, не разродились, да. И, соответственно, есть системы творческих приемов, закономерности, знаний типовых ошибок. И таких систем, методических систем, в 20 веке было две, и обе из России. Первый Станиславский, который Альшулер. Были и другие персонажи, но вот за 30, осенью будет 37 лет, как я это дело изучаю, вот две бесспорные фигуры. Есть другие персонажи, есть другие персонажи, я их знаю, но они, к сожалению, более мелкие. Поэтому, соответственно, если вас интересует теория творчества, мой совет, это очень выгодно для экономии вашего времени, вот просто смотреть, когда вы слушаете курс, либо читаете книжку, или смотрите видео, фильм вы смотрите, примерно на каком уровне работают люди, которые снимали это видео, делали этот курс и так далее. Это мифы, это уровень не более чем типовых ошибок, то есть, грубо говоря, ничего нового не изобретут, но просто отсекают типовые ошибки, ну и готовят базу для прыжка, скачка. Отдельные фактики, может быть забавные, можно интересные, но как решать сложные задачи вообще непонятно. Как решать задачи? Непонятно. Отдельный прием. Идем дальше. Вот мифы, немножко поговорим о мифах. Значит, первое, мифы подменяют знания, и они позволяют человеку, который как-то вот это дело изучил, как-то успокоиться, как-то успокоиться, вот как-то успокоиться. Но не более того. Второе. Если человек долго верит в мифы, то они потихонечку в масштабах одного-двух поколений мифы обычно перерастают в откровенные глупости. И если эти глупости транслируются через средства массовой информации, скафетры и так далее, через телевизор, то они просто дезорганизуют молодое поколение, молодых юношей и девушек, к сожалению. Наиболее типовые усилители мифов – это инстинкты. То есть инстинкты. Дело в том, что вот такие методики творчества, они контринстинктивные, контрбиологичные. И вот как раз не позволяют там лениться и что-то еще. Это очень инстинктивно. Значит, на эти мифы наслаиваются личные неудачи, психотравмы, как правило, и с детства, и с юности. И, соответственно, скажем, одна из болезней, болезни, которая не признана пока как болезнь, это стойкие занятия собственной самопсихотерапией, жутко непрофессионально, жутко долгой, и, в общем-то, ведущей к деградации личности. И этим болеет большое количество населения интеллигентного в больших городах, к сожалению. Вот какие мифы? Вот здесь ссылка. Ссылка будет сегодня проведена в группе ВКонтакте специализированной. Пожалуйста, изучайте. Сразу предупреждаю, не надейтесь на быстрое чтение, потому что очень многие мифы писали и пропагандировали умнейшие люди, умнейшие люди эпох, эпох различных эпох. Но, тем не менее, мифы остаются мифами. Очень характерная особенность. Люди чрезвычайно логично, умно рассуждают. Как только дело доходит до мифа, начинают торопиться, подменять доводы, ломать логику, ну и так дальше, 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 и так дальше. Но помимо мифов существуют следующие уровни, следующие уровни познания. Итак, следующий уровень познания – это типовые ошибки. Вот типовые ошибки, еще раз, они исключают, что ли, наиболее вульгарные ошибки и так далее. Они создают базу для скачка. И вот, соответственно, чтобы материал лучше усвоился, есть такой тез, который считается, что говорящего гуманист, он любит людей. Что все люди разные. Но в каком-то смысле, если изучать по микроскопам, действительно, все люди разные. Разный цвет волос, разные гены, ну и так дальше. Любой руководитель, а я иногда работаю с руководителями, и мгновенно, чтобы понять, в зале есть руководитель, либо нет руководителя, я говорю фразу. Все люди разные. Ну, далее обратите внимание, не восклицание, а запятая, ровно до тех пор, пока они не начинают действовать. Вот когда люди начинают действовать, они совершают одинаковые ошибки. Вот в этот момент кто улыбается, либо там кивает, либо говорит, Игорь Ильич, совершенно точно, вот тот руководитель, который считает, что все люди разные, это местный поэт, который как бы, ну, точно не руководитель. Точно не руководитель, да? Поэтому, вот, к сожалению, есть некоторая жесткая вещь, которую мало понимают гуманитарии, к сожалению, и очень хорошо понимают руководители, что и существует какое-то количество стандартных ошибок в каждой профессии. Причем, есть ученические ошибки, которые возникают на фоне, вот, что ли, обучения, в обучении, причем в разных темах могут быть разные ошибки. А вот, скажем, и есть профессиональные ошибки, когда уже человек работает профессионально. Соответственно, скажем, в разных профессиях, разных профессий такие списки составлялись. Справа от вас такие списки есть, вы видите, что там много материалов, ссылки будут в группе ВКонтакте, кого это интересует, посмотрите. Если в вашей профессии еще такого списка нет, и вы руководитель, мой совет к этой простейшей технологии, которая отсекает плохие варианты, присмотреться. Она очень простая, но просто список должен быть в явном виде, список должен быть в явном виде. Вот, если он не в явном виде, то как-то вот, мягко говоря, странно, скажем, да. В таком случае, возможно, кто-то секретит информацию, ну, потому что он знает, а другие не знают. Да, он знает, а другие не знают. Следующее. Откуда берутся факты и фактики, как я их назвал? Факты и фактики берутся из каких-то наблюдений. Ну, это могут быть бытовые наблюдения, это могут быть наблюдения у людей, которые называются исследователи и ученые. Соответственно, скажем, немножко упрощая, немножко упрощая, это не более чем введение, я хочу назвать несколько категорий людей, которые пытаются писать и изучать феномен и эффекты творчества. Первое – это ученые, которые занимаются различными дисциплинами. Они могут заниматься, например, математикой, химией, физикой. Ну, наверное, их студенты спрашивают, аспиранты спрашивают, кто-то их спрашивает, может, самим интересно. Вот они пытаются, пытаются, как бы, писать некие книги. Не хочу называть, не хочу называть фамилии, тогда называю, вплоть до новлельских лауреатов. Вот, к сожалению, делается фундаментальная ошибка. Я указывал только одну ошибку, чтобы вам было видно. На самом деле, их несколько типовых ошибок, которые делают умнейшие люди. Ошибка очень простая. Человек начинает писать о творчестве, и это абсолютно естественно, на материалах своей лаборатории, на материале своих собственных изобретений, научных прорывов каких-то. Как правило, даже у выдающихся ученых таких прорывов мало. Опыт ТРИС показал, что первое обобщение, первое построение методических процедур, которые позволяют работу другим людям, это несколько десятков, а лучше несколько сотен хороших качественных примеров. А вот, чтобы набрать несколько сотен хороших качественных примеров, даже в эпоху интернет, нужно провести несколько лет жизни. Если кто-то может набрать красивых примеров на сегодняшний вечер, пожалуйста, продемонстрируйте, пожалуйста, хороших качественных примеров. Такой качественный пример немножко попозже. Второй момент, то есть первая ошибка, которую делают очень многие люди, на малой статистике, на единичной статистике результатов не получить, небанальных, теории творчества. Второй момент, это философы и психологи, которые с 19 века пытаются изучать творчество. Первую ошибку, которую они делают, я уже сказал, то есть сегодня она была проанонсирована, еще две ошибки, на самом деле там ошибок около 10 типовых, просто я говорю только о самых-самых основных. Первое, очень низкая цель, не та цель, то есть цель написать диссертацию, написать статью, опубликовать статью, выступить с докладом, написать книжку. Обратите внимание, вот истинная цель, нормальная цель, нужно сделать какой-то инструмент, который позволяет работать другим людям, например, студентам после окончания вуза, ну или школьникам, ну или специалистам, после института повышения квалификации. Вот на сегодняшний день, в 20 веке, психологами, профессиональными психологами мира, еще раз, мира, не создано ни одной процедуры, ни одной процедуры творчества, ни мозговой штурм, ни мифологический анализ, ни трис, ни функционально-стремостной анализ, другие процедуры не созданы психологами, не смогли ни одной процедуры подложить психологи. Второй момент, второй момент, очень часто психологи изучают творчество на школьниках, на студентах, на простейших, на элементарных задачках. Теория творчества на элементарных задачках не делается. На элементарных задачках делаются диссертации и так дальше. Соответственно, почти нет психологов, которые изучают работу, например, нобелевских лауреатов. А у них, наверное, есть что спросить. Но изучать еще и еще раз, мы знаем некоторый секрет, нужны десятки и сотни кейсов, случаев, кейсов, решений. А для того, чтобы изучать десятки и сотни кейсов, нужно в этом разбираться. То есть, оказывается, что эта работа нужно делать годами, а иначе не получается. И вот, соответственно, на этом фоне, допустим, ученые, у которых получилось, призываю, кто не знает, кто знает, может перечитать еще раз. Вот есть порядка 130 работ близких социальной тематики Генриха Сорча Альшулера, и который на сегодняшний день написал лучшее исследование, как я это считаю, да, это мое мнение, это мое мнение, моя оценка, в 20 веке в творческих личностях. Значит, я знаю из первых рук, как это происходило, и вот эта тема давно интересовала. И он собирал единичные статьи, вырезки, хранил в папке. Единичные книги, допустим, про Пикара, про Бамбара, ну и так далее, выдающихся каких-то людей. И, соответственно, когда таких людей собралось, как пишет Альшулер, около тысячи, он сделал обобщение. И вот он получил лучший результат, называется «Жизненная стратегия творческой личности», которая сейчас есть, ну, просто опубликована в 20 веке. Обратите внимание, все остальные сделать не смогли. Вот очень важно по поводу третьей колонки, что вроде бы как творчество изучают тысячи, а один человек смог, а все остальные, ну, толком не смогли, толком не смогли, толком не смогли. Чрезвычайно печально, но, тем не менее, к сожалению, это правда, к сожалению. То есть было бы очень хорошее, если людей класса Альшулера было бы у нас много. Было бы у нас много. Далее. Следующий момент, который иногда воспринимается аудитория обидно, ну, из песни слова не выкинешь, существует прослойка людей, которые, может быть, хороши, но, тем не менее, вот, что происходит? Есть учителя школ, я не против. Есть подаватели вузов, не против. Есть популяризаторы, ну, они работают, они могут публиковать статьи, книжки. Есть журналисты, особенно телевизионные журналисты и так дальше. Я уже как-то говорю, что ко мне недавно звонили с канала России, они, хотят снимать фильм про Альшулера, они несут бред. То есть, вот, еще раз, слово бред, бред, дэ, 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 бред, бред. Они вообще не понимают, что они говорят, допустим, да? Далее. Существуют тренеры, консультанты, и лжеученые. В чем дело? Учитывая, что теория творчества не сделана, совсем не сделана, то, соответственно, скажем, когда дети, дети, это и школьники, и студенты, интересуются, вот, и учителя, и попадаватели в вузы, им что-то отвечают. Вот, как правило, мой жизненный профессиональный опыт, а этим я занимаюсь довольно давно, говорит, что они отвечают что-то из области мифов, в большинстве случаев не очень понимая, что они говорят. То есть, единственное, что их извиняет, что они не понимают. Ну, журналисты работают с большим количеством людей, ну, просто, ну, сколько, поточная лекция, на 120 человек, на 150 человек, ну, да. А журналисты сразу вещают на страну, скажем, да? Вот, соответственно, вот пример такой ошибки я уже рассказывал, ну, просто в видеословаре я впервые рассказываю. Мне вырезалось в память, я впервые это понял, я уже читал книжки умные. В девятом классе один из парней в нашем классе спросил учительницу литературы, неплохую, кстати, учительницу литературы, а что он нужен, чтобы писать стихи. И учительница мгновенно ответила, ну, для этого нужно нам вот хорошо их вмовать, хорошо писать что-то в этом роде, да, скажем, да? А, нет, он спросил, чтобы быть поэтом, она сказала, что хорошо писать стихи, извините, я ошибся, он спросил, что нужно, чтобы стать поэтом, она ответила, что писать стихи, извините, я ошибся, оговорюсь, да? Так вот, обратите внимание, ответа нет. Честный ответ учительницы, первое, я не знаю, я не знаю, честный ответ учительницы, но как-то вот, когда учители не знают, это такая, ну, не очень хорошая педагогическая практика, не все учители это понимают, прямо скажем, да? Поэтому знания, как писать стихи, хотя отдельные работы, как писать стихи, идут со времен Древнего Рима и Средневековья. И, возможно, хорошие учителя даже походили в педагогическом вузе. Возможно, не знаю, по-моему, программу для учителей литературы. Тем не менее, повторяю, честный ответ – не знаю. Такого честного ответа не знаю практически нет. Каждый экспорт, каждый лезет, ну и так дальше. Поэтому возникает некая трансляция искаженных знаний. И дичоныш, дичоныш это впитывает. И потом в голове у него возникает хлам. А вот это уже не безобидно. То есть никто как бы не хотел нанести вред, никто не хотел на стене. Все интеллигентные люди. Но так получилось, что человек приходит ко мне, и чтобы не было мешанины в голове, ну, такого не бывает просто, например, статистика. Такая статистика. Выделяются две категории – тренеры, консультанты и лыжеученые. Есть люди, которых даже если ловишь за руку, которые несут бред, но они на этом бреду зарабатывают уже 40 лет, больше ничего делать не умеют, как обманывают людей, которые не просто по незнанию обманывают, а обманывают вполне сознательно, потому что больше ничего не умеют, и обманывать легче, чем заниматься делом. Более того, квалификация настолько низка у большинства тренеров и так дальше, и лыжеученых, читающих семинары, тренинги и прочее, что они даже не в состоянии прочитать книжку и ее пересказать, правильную книжку, ну, просто не в состоянии, такого уровня квалификация. Последний пример был прислан мне сегодня ночью, фамилию не назову, ну, хотя я человеку лично подкладывал, хорошую книжку рекомендовал, человек не в состоянии прочесть, тренер-консультант, скажем, да, ну и так дальше. Поэтому некая печальная цифра, которую, кто хочет заниматься срочно всерьез, советую выучить раз и навсегда наизусть, да, значит, по моим данным, а этим занимаюсь, вот, осенью будет 37 лет, приличных данных в литературе отрочно, приличных, я не сказал, потрясающих, мастерских, уникальных, я сказал, приличных, около четверти процента, если вы, ну, так вот, вам за 30 вы читаете книжки, скажем, да, вот, ну, может быть, 40, да. Второе. Выработка интеллектуального навыка по решению некоторых, не сказал всех, классов изобретательских задач, по экспериментам Альшулера, это 120 часов лекции, плюс 200 кейсов, кейсов, ну, троечки задач, которые решает каждый человек. После этого, некоторый начальный навык решения изобретательских задач, по данным Генриха Сорча Альшулера, начинает, ну, появляться. До этого навыка нет, но есть и разговоры. До этого навыка нет, но нет разговора. Соответственно, скажем, вот, скажем, есть такая вот, вот, во что превращаются фактики, фактики и мифы, фактики и мифы. Но мы идем дальше, мы идем дальше, уже виден конец нашего видения, потом ваши вопросы. Соответственно, скажем, напоминаю, думаю, что многие знают, 1976-1977 год, братья Стругацкие пишут повесть за миллиард лет до конца света. И она публикуется, причем, по-моему, они одновременно пишутся, одновременно публикуются, она частями публикуется, в «Знании и силы». Вот, это, и далее, одна из основных идей, которые до сих пор обсуждаются, что есть некоторый такой астрофизик, 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 он где-то на пороге какого-то астрофизического открытия, и вдруг как-то Вселенная начинает сопротивляться. Но потом он узнает, что еще есть несколько людей, которые тоже на пороге какого-то астрофизического скачка, и вся Вселенная как-то им мешает, 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 короче. Ну вот, соответственно, скажем, это первый уровень, метафора, некоторая размытая идея. Очень часто научное познание начинается с некого смутного ощущения, может быть, даже невыразимого словами, ощущения мышечного даже, с метафоры, некоторой размытой идеи, почеркушек, ну и так дальше. Второй уровень, я закрепляю уже материал. Да, действительно, из истории, просто иногда читая книжки по истории, известно, что какие-то новатые, ученые, неважно, революционеры, медики, им всегда, в общем-то, их новации, их изобретения, их открытия не всегда, мягко говоря, не всегда приветствовались. Это единичные факты. Но, в принципе, если посидеть месяцок, месяцок, то можно составить некоторые перечни о том, что есть устойчивые ситуации, устойчивые ситуации, когда профессиональное сообщество отрицает очевидное. Так была с Галилеем, так была масса с Элизаром, который придумал аппарат Элизарова, ну и так дальше. Так была с Фёдоровым, глазной врач Фёдоров, и так дальше. Далее, четвёртый уровень. Оказывается, оказывается, вообще говоря, можно это дело обобщить в приёмы, в эвристику, и они могут быть разные. И вот обратите внимание, на фоне Стругацких, которые использовали одну мысль, одну мысль для повести, на мой взгляд, литературно написано плохо, на мой взгляд, но это субъективно. Так вот, Генрих Сыроч Альшуллер нашёл 80 способов, 88 способов, не выдумывая, а из статистики, как ближайшее окружение, семья, например, сотрудники, профессионалы, власть, мешают творческой личности. Таких способов 88. Я сейчас не смотрю в чат, я думаю, чат понимает разницу между одной размытой метафорой и 80 способами, как мешает. Более того, Генрих Сыроч Альшуллер сделал следующий ход. Он предложил, с разной степенью поработанностью, 88 способов или приёмов, как эти препятствия можно обходить. Я надеюсь, чат понимает разницу между идеей Стругацких, которые всюду обсуждаются, и 80-80 приёмами, и контрприёмами Альшуллера. Я думаю, что вы понимаете, что это немножко разные весовые категории, немножко разные. Вот я сейчас показываю, 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 просто уровни изучения творчества. От размытой идеи до профессиональной разработки, пятый уровень. Обратите внимание, потенциально для всех творческих личностей, потенциально. Для нетворческих тоже, чтобы хотя бы понимали, что другие делают, кто их поумнее. Чтобы понимали бы и не гадили. Хотя бы для этого. И, соответственно, скажем, наверное... Наверное, следующий кусок. Вот, опять-таки, об Альшуллере. Вот Генрих Струча Альшуллера – это такой образцовый человек. Удалось несколько раз в мире на минимальном, близком к нулю финансировании. Я об этом уже рассказывал. Валентина Николаевна Журавлёва очень много участвовала. Члены семьи Альшуллера помогали. То есть это очень скромные деньги. Он смог сделать классический трис. Ну, 40 основных приемов плюс 10 дополнительных. Все именные имени Генриха, в случае Альшуллера. Система стандартов. Система стандартов. Здесь один, только один стандарт. Именной Игоря Леонидовича Викентьева. Все остальные тоже сделаны Альшуллером. Закономерности развития техники. Тоже он сделал. Практически из нуля. Кроме этого, он собирал регистры научно-фантастических идей. Кроме этого, он сделал потрясающую работу, которую уже говорил. Жизненная стратегия творческой личности. Я сейчас использую написание Альшуллера. Все слова с большой буквы. Но это авторское написание, я предупреждаю. Сокращенно GSTL. Кто это интересует? Материалы социальной тематики. Сейчас написано на экране. И в группе в социальных сетях, которая будет показана в домашнем задании, она будет обязательно приведена. Поэтому, заключая, что мне хотелось сказать, что на сегодняшний день было очень много некоторых демонстраций, что якобы кто-то изучает творчество. Это, в принципе, началось в Древнем Риме. Потом были Чемные века, Возрождение и так дальше. На сегодняшний день действительно серьезные результаты, тиражируемые результаты. Есть у Константина Сергеевича Станиславского, у Генриха Старевича Альшулера. В 20 веке. Есть более мелкие результаты и так далее. К сожалению, остальное очень много упирается в мифы, в искажения реальности. А творческие дисциплины они такие, что они очень тесно связаны с жизнью. Потому что есть профессии, сегодня я занимаюсь одним, завтра другим, и, в общем-то, ничего и не болит. Творческие профессии, они очень тесно, я бы сказал, интимно связаны с психикой и психофизиологией человека. Соответственно, скажем, искаженные данные в виде мифы, недодуманных мыслей и так далее, вложенные в голову школьнику, либо студенту, они приносят откровенный вред, накровенный вред, серьезный вред. Этот процесс нанесения вреда тоже не изучен, как это ни парадоксально, тоже не изучен. Вот это вот первый блок, первый блок нашего словаря. И сейчас я готов отвечать на ваши вопросы, которые в чате. Значит, как бы, Виктор Георгиевич Гуменович, стандарт по Виполям, да. Значит, Станислав Олегович, можно ссылку на 88 приемов. Это не 88 приемов. В рамках жизненной стратегии творческой личности это 88 шагов. То есть, дело в чем, какая идеология жизненной стратегии творческой личности, Альшулин на той статистике, я повторяю, это были вырезки и отдельные книжки, отдельные книжки. Он считал, что творческая личность потихонечку восходит, восходит, восхождение. Как только была сказана идея восхождения, идея лестницы, слово прием, прием заменился на слово шаг, шаг. Вот здесь 88 шагов, 88 шагов, так дальше. Посмотрите, они на уикенд не все опубликованы, основные опубликованы, но не все опубликованы. Жизненная стратегия творческой личности. Уважаемые коллеги, какие у нас существуют еще вопросы, пожалуйста? Какие у нас существуют еще вопросы? Какие существуют вопросы? Могу сказать, на всякий случай, эти данные уже мои не опубликованы, что шагов больше, и там есть гораздо более тонкая дифференцировка, гораздо более тонкая дифференцировка, но это мои неопубликованные материалы, сразу подопреждаю, и не ищите, и не ищите. Хорошо, в таком случае у нас состоялся первый проброс видеословаря, в таком случае мы потихонечку начинаем идти уже ближе к домашнему заданию. Для тех, кто у нас впервые, могу сказать следующее, что если вы хотите не только слушать, мой совет, как можете делать домашнее задание. Почему? Потому что вы попадаете иначе в некоторый неназванный миф, который заключается в том, что как бы я понял так дальше. Опыт показывает, что вы поняли до первой творческой задачи. Первая творческая задача, и, соответственно, выясняется истинное знание, а не то, что мысли об истинном знании. Самое опасное в творчестве – это полузнание, самое опасное. В других дисциплинах не знаю, а в творчестве точно полузнание, 10% знание и так далее. У нас сегодня одно домашнее задание, которое я хотел бы получить, я имею в виду себя, в виде текста. Можно в виде рисунка, можно в виде видео, пожалуйста. Ну, наверное, в виде текста и рисунка, можно схемы. То есть, да, качество, художественная схема не столь важно. Хоть фломастер на доске нарисуйте и сфотографируйте. Значит, какое домашнее задание? А я его даю второй раз, первый раз не очень получилось. Оно примерно следующее. Значит, ко мне обращается большое количество людей, лично ко мне. Я даю задание как бы от себя, хотя оно касается любого эксперта. И, соответственно, скажем, вот в июле будет обращение, уже есть обращение, ежедневное обращение, ежедневное обращение, когда приходит письмо. Значит, львиная доля писем, львиная доля писем, хорошо за 50%. Люди вообще не в состоянии написать, что они хотят. Ну, просто не в состоянии. Причем, как бы, это люди часто с научной степенью, ну, все с высшим образованием, почти все. Соответственно, скажем, иногда люди, я уже рассказывал, посылают какой-то вопрос. Причем, допустим, мне абсолютно непонятно. Этот вопрос мне задают студент старших курсов, аспирант, доцент, профессор, исследователь творчества, бизнесмен, политик. В зависимости от того, кто задает вопрос, ответы будут разные. Вот, опыт показывает, что если человек начинает переспрашивать, вежливо и деликатно, квалификация настолько низка, что не в состоянии ответить. Я трактурую ситуацию в следующем, что мне пишут неплохие, славные люди, то есть я не буду как-то их там отрицать, да, но почему-то ни мама, ни папа, ни учительница, никто их не научил просто нормально обращаться к эксперту. В данном случае я говорю о себе, просто не научил. Поэтому мне хотелось бы на портале Викенд, учитывая, переписка нарастает потихонечку и будет нарастать, я надеюсь, написать один-две странички. Почему один-две странички текстов, как переписываются? Потому что если написать 10 страниц, это а, легче, но б, читать не будут. Вот, соответственно, скажем. Поэтому вот нужно сделать. Мне нужен вариант. Соответственно, это вариант авторский. Если я буду использовать, то, естественно, я на вас сошлюсь. Если я не буду использовать, вы вольны, использовать на ваших сайтах, блогах. Можем использовать совместно и на Викенд, и на вашем сайте, блоге и так далее. Рассуждения не нужны. Какие здесь подсказки? Подсказки и рассуждения. Потому что как построить текст, это может быть таблица, кстати, это могут быть пункты, это могут быть шаги, это может быть и таблица, и рисунки. Думайте, творите. Первое. Сначала, прежде чем писать, бросаться писать, напишите, каковы действия хорошего секретаря-референта. Ну, вспомните, наверняка сталкивались. Хороший секретарь, хороший секретарь, либо помощник руководителя какого-то. Вот что он делает, что он делает, да. Второе. Какие типовые персональные обращения, персональные, это не спам, когда вообще там просто, да, уже. Спам вообще мы не рассматриваем. Нет, когда человек, например, задает вопрос, хочет посотрудничать, хочет пригласить на лекцию, либо человек посылает свою книгу без спроса, свою статью без спроса, а статья здоровенная, с мегабайтами, с какими-то файлами вложенными и так дальше, да. Каковы типовые ошибки обращения? Ну, ливийная часть интеллигенции российской не в состоянии, а, поздороваться, не в состоянии назвать меня по имени-отчеству. Ну, в российской традиции, в научной переписке, надо назвать человека, которого вы пишете, по имени-отчеству. Раньше в педагогических вузах была традиция с третьего курса всех будущих учителей только по имени-отчеству. Только по имени-отчеству. Ну, вот такая традиция. Соответственно, мой жизненный профессиональный опыт показывает, что если человек не в состоянии обратиться и даже не в состоянии уточнить свою просьбу, то не в коня корм. То есть тратить мне время на ответы, славному человеку, ну, зачем мне тратить это время? Все это, естественно, бесплатно. Естественно, бесплатно, да. Поэтому такая инструкция, никого ни в коем случае не унижая, люди этого обижаются, которая позволяет вменяемым людям, вменяемым людям сразу отговаривать, переписываться по поводу науки о творчестве. Итак, дальше. Лайла Виталина Лайшева. То есть каждый должен написать полный текст. Да, одна страничка. Так они же будут пересекаться у всех участников. Опыт Шеминаров по журналистике показывает, что нет. Ирина Борисовна Сыркова. По-моему, вам нужно жестко здесь свои правила, научные дела переписки, не читать все, что не соблюдается, скажем. Нет, вы понимаете, в чем дело? Что вот человек, допустим, ночей не спал, написал книжку 120 страниц, но ему еще осталось полстранички написать письмо, и он это дело провалил. Есть люди, которых, многие читают, из хорошей семьи, воспитанной семьи, они делают автоматически. И им даже не представят, что где-то из сибирской дали есть человек, который в состоянии написать книгу, но не в состоянии написать письмо. Поэтому не читать, я иду из идеологии, что нужно дать человеку шанс. Естественно, я не собираюсь переписывать книгу за человека, это естественно, скажем, хотя многие хотели бы, кстати. Но, тем не менее, нужно дать человеку шанс. Я исхожу из того, что просто ему не повезло, ему нужна какая-то вежливая инструкция, вежливая, но твердая. То есть, вежливая, но твердая. Потому что таких вот очень демократичных обращений россияне не очень понимают, у них с этим плохо, да? Вот, пожалуйста. Нет, это не его проблема, это проблема, если книжка хорошая, это проблема всех нас. То есть, очень возможно, что он набидится после этого на весь мир, и что-то не пройдет дальше. Хорошо, уважаемые коллеги. Для всех написана группа, крохотная группа ВКонтакте, где публикуются дополнительные материалы по онлайн. Она открытая, можно совершенно свободно вступать. Там будут дополнительные материалы. Будут дополнительные материалы. Анатолий Александрович Розков, большое вам спасибо. Эту группу в виде активной гиперссылки, она у меня лечит на мышке, но он уже кинул в чат. Сейчас ее можно прокликать. Минут через 10, может быть, через 5, но я повторяю, 5-10 минут, в этой группе будет все, 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 и даже больше гиперссылок, которые сегодня я называл, по которым можно кликать, ходить и так далее. Сразу говорю, это не быстрое чтение, и так дальше. Далее написан адрес, он будет написан в группе, по которому принимаются домашние задания всех, кто считает нужно его сделать. Мой совет, сейчас лето, я прошу одну-две странички текста, считайте, что это творческий кейс, я прошу его сделать. Да, одно задание на неделю. Вот написать инструкцию обращения к экспорту. Начинаем с меня, но вообще обращение к экспорту. Если у вас есть какой-то другой знакомый экспорту, ну пишите о нем, либо о себе, пожалуйста. Но вот повторяю, я даю в разрезе очень новое направление деятельности, теория творчества. Вот как обратиться, как обратиться к человеку, который в этом понимает, как понимает. Вот примерные вопросы я перечислил. Можно додумывать, можно дофантазировать. Какие еще, уважаемые коллеги, есть вопросы? Либо мы уже работаем час 18 минут, и мы начинаем делать домашнее задание, уважаемые коллеги. Уважаемые коллеги, в таком случае большое вам спасибо. Большое-большое спасибо. Есть вопрос по лекции 32. Сейчас нагоняет то, что попустил. По вашей теории участков мозга. Нет, у меня нет теории участков мозга, у меня есть гипотеза. Станислав Олегович, давайте вы напишите мне отдельно, и мы будем разбирать, потому что вот сейчас вопрос должен быть уже готов. В таком случае, уважаемые коллеги, всего вам доброго. Те, кто у нас был новички, мой совет не запускать. Пожалуйста, если можете, не вредите себе. Просто прослушивание этих лекций задает иллюзию, что вы что-то знаете, к чему-то причастны. На самом деле, это до первой кейса, до первого задачи, к сожалению. Поэтому еще, еще, еще. Пожалуйста, делайте, делайте. Остальные все вопросы, пожалуйста, по e-mail, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!